Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня супер такое весеннее, уже практически летнее настроение, потому что у нас наконец-то вот вообще прям стало тепло. И я сделала довольно много покупок на вот этот вот, на этот хороший теплый сезон, и хочу ими с вами поделиться. Так что, если вам интересно посмотреть, что я буду носить этой весной и летом, то продолжайте смотреть. Начну с того, что если вы не подписаны на мой канал, кнопка внизу, обязательно подписывайтесь, потому что у меня сейчас очень много есть классных идей именно по гардеробу, по одежде на лето и на весну. Так что не пропустите эти видео, обязательно подписывайтесь. Давайте я начну с покупок в магазине Urban Outfitters. Я купила себе наконец-то драные джинсы. Слушайте, я несколько лет подряд, весной и летом, искала себе нормально, такие хорошо подранные джинсы, но не находила. Я не могу сказать, что на самом деле это идеальные. Но я уже купила, потому что я замучилась их искать, я хочу хоть что-нибудь носить. Я не теряю надежды найти свои идеальные. В чем недостаток этих джинсов? Начну с достоинств. Конечно, они очень круто подранные, и это вот прям то, что я хотела. У них суперский, идеальный вот такой голубой цвет, как мне было надо. Недостаток в том, что они странных размеров идут. 26-й я в итоге взяла, и он мне нормально в бедрах, но очень широкий в талии. То есть, чтобы они сидели нормально, их надо довольно сильно опустить на бедрах. Тогда получается, что они вот настолько еще между ног болтаются. Наверное, это просто мои личные какие-то загоны, и это нормально, и это просто такие расслабленные джинсы. Поэтому буду носить. Смотрится, в общем-то, хорошо, я могу сказать. По ногам все отлично село, так что они классные, но вот буду надеяться, что я найду еще какие-нибудь более хорошие. К этим джинсам я просто уже, когда бежала в примерочную, захватила вот такую вот обычную просто белую футболку, хэбэшную. Она на самом деле стоит дорого для своей, в общем-то, обычности полной. Она стоила 30 долларов, но именно вот с этими джинсами она очень круто смотрится. Это идеально, это то, что доктор прописал, у меня ничего не было такого в гардеробе. Поэтому я посчитала, что 30 долларов лучше я заплачу, чем потом буду искать, с чем носить эти джинсы. Уже когда стояла в очереди на кассу, я захватила с собой еще вот этот лак. Никогда не пробовала лаки от Urban Outfitters. У меня это, кстати, оттенок Love Letter, и он на самом деле показался мне розово-персиковым. Думаю, так круто на лето. Я взяла его, он у меня сейчас на ногтях. У вас, вы вообще не сможете увидеть этот цвет в реальности. Я его пыталась сфоткать и так и эдак. Он просто супер ярко-неоновый, оранжевый, но оранжевый нормальный, потому что, знаете, я покупала себе от China Glaze, очень популярный неоновый-оранжевый, но он очень сильно конфликтовал с розовым оттенком моей кожи. А этот немножечко содержит в себе такого холодно-розового пигмента, за счет чего он органично смотрится с моей кожей. Очень крутой, очень легкий в нанесении, не нужна абсолютно белая база под него. То есть два слоя плюс топ дает идеальный яркий неон на ногтях. Короче, я рада, буду покупать, наверное, у них еще лаки. Кстати, я хотела сказать, что если в вашем городе или стране нет магазина Urban Outfitters, не проблема абсолютно, вы можете заказать с американского сайта и использовать сервис Бьюти Почта. Это мой сервис, который занимается шопингом в Америке. То есть вам помогут и купить, и отправить в вашу страну. В общем, заходите обязательно по ссылке под видео, там вся информация обязательно будет. Очень легко совершать покупки из Америки. Опять же, если чего-то нет в вашей стране, что я сейчас буду дальше показывать, вы сможете это приобрести из Америки. Потом в этот же день, после того, как я пошопилась в Urban Outfitters, меня занесли совершенно случайно ноги в магазин And Other Stories. И я про этот магазин слышала, но ни разу в нем не была. И, слушайте, так удачно, так всегда, когда идешь за чем-нибудь специально, никогда не купишь. Но когда случайно куда-то занесут ноги, обязательно идешь с покупками. Первое, это вот такая вот блузка. Слушайте, я в нее влюбилась, потому что она спереди... Во-первых, я люблю на весну и на лето такие легкие белые блузки, желательно без рукавов, чтобы было комфортно и не слишком жарко. В общем, она спереди такая довольно глухая, у нее красивые интересные рукавчики, но воротник, в принципе, практически под горло. Зато посмотрите, какая она красивая сзади. Она безумно красиво открывает спинку, и вот в этой блузке как раз вся изюминка в этой спинке. Это очень красиво, очень женственно, очень нежно смотрится. И, в общем, с удовольствием буду таскать ее все лето. Это очень классно, что, несмотря на достаточно глубокий вырез сзади, у вас не будут торчать ни бретельки лифчика, ни вот эта вот горизонтальная полоска без галтера. Так что очень классная блузка и просто без ума от нее. Единственное, наверное, надо будет вот эту этикетку сзади отрезать, потому что ткань достаточно тонкая и немножко просвечивает. И вторую мою покупку из магазина Another Stories, вы сейчас видите на мне, это очень тонкий такой белый летний джемпирог. Это идеальный просто вариант для каких-то вечерних летних прогулок. То есть, когда уже слегка прохладно, солнца нету, и не хочется надевать поверх какой-нибудь легкой кофточки джемпер или свитер. Вот этот такой джемпирог идеально подойдет, потому что он и согреет, и в нем не будет слишком жарко, и очень свежо и здорово по летнему смотрится. То есть, казалось бы, довольно простой, но мне очень понравились вот эти вот кружева на рукавах. Они придают ему такой большей свежести, легкости, ну и женственности какой-то придают, так что с удовольствием буду этим летом его носить. По-моему, очень классный. И рукава у него длинные. Я, правда, люблю всегда все рукава зачем-то закатывать, ну или поднимать просто так на руках. Причем в детстве вообще не любила так делать, а чем старше становлюсь, тем чаще так делаю. Не знаю почему. Напишите в комментариях, есть ли у вас такая привычка, и была ли она у вас всегда, или вот тоже недавно появилась. Следующая покупка меня просто безумно радует, я очень давно себе ее хотела, и я думала, что в прошлую поездку мою в Париж у меня получится зайти в магазин сумок Коченелли и померить там эту сумку, потому что у нас в Нью-Йорке их нет. К сожалению, там не было времени у нас на это, и в итоге я заказывала сумку с официального сайта, и я просто молилась, чтобы она пришла и понравилась мне, потому что в случае возврата мне пришлось бы платить за обратный шиппинг. Ну и вообще это все было бы довольно грустно. Она пришла мне сегодня, и я ждала, не снимала это видео как раз из-за нее. Вот так она выглядит. Я пыталась найти сначала замену этой сумки у других брендов, к сожалению, реально не получилось, потому что вот это идеально то, что я хотела. И размер, и цвет, и форма. И очень важно еще, когда покупаешь сумку Bucket Bag, сумка без ров, получается, очень важно, чтобы эта кожа была очень мягкая. То есть, посмотрите, здесь она супер просто мягкая. Почему это важно? Когда мы затягиваем вот этот вот узелок здесь, если кожа жесткая и стоит колом, тогда у вас не получится стянуть достаточно тугой узел, и у вас легко будет каким-нибудь воришкам забраться в вашу сумку и что-нибудь оттуда свистнуть. У нее, кстати, на дне еще вот такие вот ножки есть, красивые вот эти вот кисточки, и у нее есть еще вот такой вот длинный ремешок. Я носить, наверное, скорее всего, буду именно на нем. И потом просто вот то, что мне надо было, и я без ума от нее. Напишите в комментариях, как вам. Изнутри она, кстати, вот такая вот серебряная, никаких кармашков, ничего, только здесь сбоку вот такое вот, такое типа полуколечко для того, чтобы ключи к нему подцеплять. И я как раз буду так делать, потому что я не хочу, чтобы мой телефон с ключами в одной сумке барахтался. Помните, у меня тут недавно было видео, где мы с подружкой ходили на шопинг? Так вот это был супер удачный для шопинга день. Я купила себе очень много классных вещей, и давайте, пожалуй, начнем вот с такой вот шелковой блузки от Mark Jacobs. Она вроде бы абсолютно простая, я за это ее и взяла, потому что, во-первых, это шелковая блузка, во-вторых, у нее очень приятный такой мягкий голубой цвет, который мне идет, и она очень легкая, в ней совсем не жарко. И мне показалось, и я абсолютно в этом убеждена, у меня уже были подобные вещи, что эта вещь миллион раз меня спасет летом, когда я не буду знать, что надеть. Я очень люблю покупать подобные какие-нибудь вещи, которые ко всему подходят, они очень комфортные, и, ну, опять же, цвет действительно мне очень хорошо подходит. Так что с удовольствием буду носить этим летом, еще пока не успела, и вот прям жду, жду, когда будет совсем жарко. Еще одна блузка, которую я купила в этот день уже от бренда Tahari, я очень люблю их вещи, и достаточно часто у меня получается найти красивые, которые именно мне подходят. И вот эта вот блузка не стала исключением, она уже с длинным рукавом такая, то есть и на весну, и на лето подойдет, и я думаю, что даже зимой будет здорово смотреться. Я уже сейчас с удовольствием ее ношу, и у нее огромное достоинство в том, что она подходит и к брюкам, то есть с каким-то более строгим нарядом, и даже к джинсам. То есть очень круто надеть ее с джинсами, заправить немножко ее внутрь, и надеть какие-нибудь бежевые лодочки. Очень красиво смотрится, и особенно хорошо она смотрится именно с собранными волосами, потому что здесь такой воротничок, который здорово подчеркивает шею. И если открыть ее, то смотрится прям очень здорово. Так что вот такая вот блузка, и сзади она просто серого цвета. Тоже в этот день купила вот такой вот просто серый кардиганчик, потому что тот, который у меня был до этого, или даже два, которые у меня были, они уже такие были хорошо заношенные, и я решила, что этой весной лучше от них избавиться. И купить что-то новое, потому что, ну, действительно вещи, которые уже выходят из строя, нет смысла их держать в своем кардиробе. Очень такой классический для меня, просто серый кардиган с длинными полами здесь. Рука в три четверти, и это очень-очень мягкий, приятный кардиган марка Cable & Gauche, если я не ошибаюсь, если я правильно читаю. Ой, кстати, здесь вот эта вот штучка, которая должна пищать, когда выносишь его из магазина. А я его, кстати, уже один раз надевала, и ничего не было. Прикольно, она мне даже не мешала, я бы ее не заметила сейчас, если бы не посмотрела. Почему я люблю такие кардиганы? Они очень здорово подходят и поверх футболок. То есть я уже надевала его вместе с драными джинсами и с белой футболкой, которую я в начале видео показала. И поверх блузки можно его надеть. Ну, в общем, это отлично такая беспроигрышная вещь, которая, ну, всегда будет актуальна. И последние вещи на сегодня — это три платья. И опять же, мне очень повезло в день шоппинга с подругой, что я смогла найти себе аж три платья, потому что в последнее время я чувствовала острую нехватку красивых таких праздничных платьев, потому что довольно много разных ивентов было в последнее время, на которых надо выглядеть нарядно, а постоянно ходить в одном и том же платье или там среди трех менять каких-нибудь. Ну, все-таки не камильфо, и поэтому мне нужно было несколько новых. Давайте покажу вам, какие я купила. На самом деле, я думаю, имеет смысл посмотреть тот влог, потому что в нем видно даже примерку, когда мы выбирали эти платья. Первое, вот такое вот от Calvin Klein, оно абсолютно кружевное, очень плотное и очень здорово держит форму. Это, знаете, такое платье, как у нас называется Fit and Flare, потому что они наверху именно такие очень приталенные и очень плотные, а потом расширяются к низу. Это первое платье, оно прям очень праздничное. Второе, вот такое розовое тоже от Calvin Klein, оно больше всего понравилось моему мужу почему-то, не знаю. Мне, на самом деле, нравится больше всего предыдущая. Тоже очень красивая, очень приятная такая ткань и классная отделка. И к нему шел вот такой вот золотой еще ремешок. Мне кажется, у него очень красивый женственный вырез и спереди и сзади. И последнее платье тоже от Calvin Klein, я не знаю, как так мне повезло прям. И оно уже не совсем праздничное, больше на каждый день именно летом носить где-то с сандалиями. Оно хлопковое и тоже наверху оно приталенное и к низу расширяется, и к нему уже шел вот такой вот серебряный ремешок. Ну вот и все на сегодня. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, что я, может быть, вдохновила вас на какие-то покупки к весне и лету. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, и я буду знать, что эта тема вам интересна, и буду стараться больше снимать таких видео. Встретимся в следующих роликах, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok